Здравствуйте, ребята! Я учитель химии Татьяна Витальевна. Очень рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема нашего вебинара сегодня – биологически важные вещества, углеводы. С данной темой вы подробнее ознакомитесь на соответствующем видеоуроке портала Дома Знаний. Итак, углеводы – это группа природных органических соединений, химическая структура которых отвечает формуле CMH2ON. Углеводы входят в состав всех без исключения живых организмов. Углеводы подразделяются на моносахариды, дисахариды и полисахариды. Моносахариды – наиболее распространенная группа углеводов в природе. Содержат в молекулах 5 пентозы или 6 гексозы – атомов углерода. Из наиболее известных представителей к пентозам относятся рибоза и дезоксирибоза. К гексозам относятся глюкоза и фруктоза. И дисахариды – это сахароза, лактоза, мальтоза. Они являются изомерами, и их молекулярная формула одинакова – C12H22O11. И полисахариды – это природные биополимеры, молекулы которых состоят из длинных цепей – десятки, сотни тысяч моносахаридов. Например, глюкоза – моносахарид, а крахмал, гликоген и целлюлоза – ее полимеры. Также к полимерам относятся хитин, пектин. Формула крахмала и целлюлозы – C6H10O5. Более подробно остановимся на строении и свойствах моносахаридов, на примере глюкозы и фруктозы. Так как больше вопросов как раз у вас возникло именно по этим свойствам. Итак, в молекулах присутствует по 5 гидроксильных групп, в связи с чем их можно считать многоатомными спиртами. В составе молекулы глюкозы имеется также альдегидная группа, то есть фактически глюкоза является многоатомным альдегидоспиртом. В молекуле же фруктозы содержится кетонная группа, то есть фруктоза является многоатомным, но кетоноспиртом. Для глюкозы характерны реакции и альдегидов, и многоатомных спиртов. Реакции по альдегидной группе – это реакция окисления глюкозы до глюконовой кислоты. Она осуществляется с помощью реакции серебряного зеркала и с гидроксидом меди-2 при нагревании. Глюкоза содержит 5 гидроксогрупп, поэтому она является многоатомным спиртом. Посмотрим видео этих качественных реакций. Глюкоза содержит альдегидную группу. С помощью аммиачного раствора оксида серебра можно убедиться в наличии альдегидной группы в глюкозе. Наливаем в колбу вначале азотно-кислое серебро, затем раствор аммиака. К аммиачному раствору азотно-кислого серебра приливаем раствор глюкозы. Подогреем смесь на водяной бане. На стенках колбы начинается осаждение металлического серебра. Процесс осаждения серебра требует времени. Такая реакция называется реакцией серебряного зеркала. Реакция серебряного зеркала – качественная реакция на альдегидную группу. Через несколько минут дно колбы превращается в зеркало. С помощью этой реакции в промышленности серебрят зеркала, изготавливают термосы, елочные украшения. Раз мы сказали, что глюкоза является и многоатомным спиртом, поэтому она вступает в качественную реакцию для многоатомных спиртов со свежеприготовленным гидроксидом МИДИ-2. И в результате такой реакции образуется характерное голубое окрашивание раствора. Обратимся к опыту. Глюкоза – альдегида спирт. Линейная форма глюкозы содержит одну альдегидную группу и пять гидроксильных групп. Глюкоза реагирует при комнатной температуре со свежеосажденным гидроксидом МИДИ-2 как многоатомный спирт. Как альдегид глюкоза легко окисляется. Реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, образуя серебряное зеркало. Все моносахариды могут реагировать в присутствии катализатора с водородом. Восстановление глюкозы возможно до 6-атомного спирта сорбита, применяемого в пищевой промышленности в качестве сахарозаменителя. На вкус сорбит менее приятен, менее сладок, чем сахар. Возможны несколько вариантов брожения глюкозы. Спиртовая, молочно-кислая, масляно-кислая. Эти виды брожения имеют большое практическое значение и характерны для многих живых организмов, в частности, бактерий. Фруктоза является изомером глюкозы. В отличие от нее, не вступает в реакцию окисления. Она является кетоноспиртом. А кетоны окислению докислот не подвергаются. Для нее характерна качественная реакция, как многоатомного спирта со свежеприготовленным гидроксидом МИДИ-2. В реакцию серебряного зеркала фруктоза не вступает. Применяется фруктоза как сахарозаменитель. Она в 3 раза слаще глюкозы и в 1,5 раза слаще сахарозы. Как уже было сказано ранее, наиболее известные дисахариды – это сахароза, лактоза и мальтоза. Они имеют одну и ту же формулу – С12H22U11. При гидролизе получаются различные моносахариды. При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза. А при гидролизе мальтозы образуется только глюкоза. Дисахариды, являясь многоатомными спиртами, дают соответствующую качественную реакцию с гидроксидом МИДИ-2. То есть при добавлении свежеосажденного гидроксида МИДИ-2 голубой осадок растворяется с образованием темно-синего раствора. Полисахариды – это сложные углеводы, молекулы которых состоят из большого числа остатков моносахаридов. Общая формула полисахаридов – С6H10O5. К полисахаридам относятся крахмал, целлюлоза, гликоген, хитин. Из множества реакций более всего мне хотелось бы выделить гидролиз крахмала. В результате гидролиза образуется глюкоза. При действии йода на что-либо, в чём содержится крахмал, появляется синее окрашивание. При нагревании синее окрашивание исчезает. При охлаждении появляется вновь. Рассмотрим применение углеводов. Глюкоза хорошо усваивается организмом и может использоваться в составе некоторых медицинских препаратов. Кроме того, глюкоза широко применяется в кондитерской промышленности. С её помощью делают мармелад, карамель, пряники и прочие изделия. В текстильной промышленности она играет роль восстановителя. А при производстве глюконовой аскорбиновой кислот глюкоза является исходным продуктом. С её помощью также проводят синтез некоторых производственных сахаров. Немалое значение имеет брожение глюкозы. Оно происходит при квашении капусты, огурцов, молока и прочих продуктов, а также при селосовании кормов. В производстве пива используется спиртовое брожение глюкозы. Если говорить про применение углеводов в промышленности, нельзя обойти стороной крахмал. Основные продукты, которые из него получают – это глюкоза и патока. Раньше использовалось накрахмаливание белья, которое позволяет вдохнуть в ткань вторую жизнь и продлить её срок службы. Крахмал и продукты, полученные из него, нашли применение в текстильной, фармацевтической и литейной промышленности. Свойства применения углеводов и их польза для человека подтверждают, что эти вещества являются важнейшими биологическими компонентами на нашей планете. Они буквально везде и во всём. Но не это главное, а то, что без углеводов наша жизнь была бы невозможной. Слишком уж обширно применение углеводов в жизни. Спасибо за внимание. До новых встреч!